Сочи – город, в котором нет сезонного затишья. Чиновники всех уровней только и должны, что набирать темп в работе, отмечает мэр. Во-первых, курорт круглогодичный. Во-вторых, одни событийные мероприятия федерального уровня здесь меняются другими, международными. Чистота и порядок – это то, чем должен славиться Сочи. На прошедшем субботнике тысячи горожан улучшали санитарное состояние курорта. Судя по отчетам, глав района в рамках праздника труда ликвидировано 46 стихийных свалок. А вот в другом вопросе – ликвидации несанкционированной торговли – власти районов не дорабатывают, подчеркивает Пахомов. Убирайте эти ларьки. Кто вас заставляет их ставить? У нас нет в этом необходимости ларьки ставить. Мухтин Иванович, обратите внимание, если по дислокации стоят такие, что там с капитальным фундаментом, это немедленно надо прекращать. Немедленно. Мы начинаем обходить микрорайоны. Составлен график. И будем там и эти ларьки смотреть, и гаражи, которые не вывезены. И будем спрашивать. Альтернатива уличной и придорожной торговли в Сочи есть. Это социальные ряды на рынках и ярмарках. Что же касается гаражей, то и здесь очередную инспекцию проведут рабочие группы. Автомобильные гаражи, превращенные в жилые, в основном заселены приезжими гражданами. Они требуют предоставления всех социальных благ, в том числе мест в школах и садиках. Несмотря на то, что по стране Сочи лидер по строительству социальных объектов, с таким спросом на курорт справиться сложно. Все приезжие думают, что они же обращаются к президенту, что смотрите, сколько в Сочи пустых квартир. Где они эти пустые квартиры? Это опять какое-то заблуждение. У нас свои есть очереди, что мы тысячу семей там переселяем из ветка аварийного фонда. И для этого приобретаем жилье, строим жилье. Жилье в Сочи не простаивает, подтверждает директор городского департамента имущественных отношений. Не остались безхозными и олимпийские дома. Они переданы муниципалитету для дальнейшей реализации на аукционах. Мы, проведя работу, уже констатируем факт продажи этих домов. Из 215 домов 200 реализовано в результате торгов. Посредством в том числе электронных аукционов. Общая сумма вырученных денежных средств составляет более 2 миллиардов 400 миллионов. Это те деньги, которые поступили в бюджет муниципального образования и позволили выполнять все свои социальные программы. Непроданными остались 15 олимпийских домов. И в план приватизации этого года они уже включены. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.